МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравоохранение у нас достаточно интересный проект и действительно востребованным. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы здравоохранение в Крыму развивалось быстрыми темпами. Основные шесть региональных проектов, которые реализуются в Республике Крым, это развитие первичной медицины, это борьба с онкологическими заболеваниями, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, создание единого цифрового контура, это наполнение медицинскими кадрами, а также ведение здорового образа жизни. Всего с 2019 по 2021 год финансирование, которое было выделено на национальный проект, на реализацию национального проекта здравоохранения, 4,6 миллиарда рублей составило. Если говорить об этом, финансирование этого года, это всего лишь 955 миллионов рублей. Но это не говорит о том, что мероприятие не выполняется за счет других программ. Это также республиканская адресная инициационная программа, ведомственная целевая программа. В прошлом году у нас было запланировано финансирование и выполнено практически в полном объеме 2,5 миллиарда рублей. Поэтому основная часть мероприятия, которая была запланирована в 2020 году, оно дает сейчас результат выполнения тех целевых показателей, которые вообще запланированы здравоохранением. Основная цель нашего проекта – это благополучие населения, здорового образа жизни людей, а также увеличение продолжительности жизни человека. Такая глобальная задача сейчас поставлена президентом до 30-го года, до 78 лет. И с этой целью у нас справляются два национальных проекта «Демография» и «Здравоохранение». Здравоохранение, конечно же, в большей мере. Если говорить о крупных мероприятиях, в прошлом году мы закупили 10 передвижных комплексов для проведения. Маммографии, томографии. В районы Крыма. Да, в районы Крыма. Вообще по всем программам их было закуплено 15 штук. Естественно, это позволило людям, которые не обеспечены амбулаторным лечением в маленьких селах, воспользоваться данными услугами в полной мере. Также диспансеризацией. Все проекты достаточно важны. И в прошлом году, например, на борьбу с онкологическими заболеваниями было выделено самое большое финансирование. И было закуплено 10 крупных единиц оборудования для того, чтобы проводить качественные исследования онкозаболеваний в нашей онкологической больнице и в филиале города Керч. Но мы столкнулись с трудностями, которые у нас были в прошлом году, с синхронизацией мероприятий. Опять же, потому что в рамках одной программы мы ремонтировали те помещения, в которые должно было быть поставлено это оборудование, введено в эксплуатацию и обучены соответствующий персонал медицинский. Были задержки с проведением капитального ремонта в этих помещениях. Практически там к октябрю к ноябрю они были только завершены. Соответственно, оборудование, которое было куплено, мы не могли поставить, установить до тех пор, пока полностью капитальный ремонт под это оборудование будет установлено. Но мы справились. И в этом году они уже введены в эксплуатацию, работают, обучены все сотрудники. В этом году идет закупка такого достаточно мелкого оборудования, функциональные кровати и так далее. Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то мы создали за эти годы один сердечно-сосудистый центр находится в новой больнице Симашко. Продолжается все равно оборудование и закупается еще дополнительное оборудование для поддержания всего современного оборудования, которое там уже существует. Не все было предусмотрено в рамках строительства и постоянно его модернизируют. Тем более, вы видите, какая ситуация, да, и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний уделяется сейчас достаточно большого внимания. Также были созданы 5 сердечно-сосудистых центров в регионах, это Евпатория, Федо, то есть незабываемые о других регионах Крыма, не только Симферополь, не только республиканские, да, как бы, учреждения. Говоря о том, как вот помогает эта программа, вот, к слову, об онкологических заболеваниях, буквально недавно вот делали сюжет в новостях и рассказывали о том, как новое оборудование помогает бороться с раком крови, лейкемией, и теперь не нужно отправлять биоматериал на обследование, допустим, на исследование в Москву или Санкт-Петербург, это все могут сделать наши крымские медики. Да, я могу вам на сегодняшний день сказать, что мы выполнили показатели и справились уже с теми показателями, уменьшаются показатели по летальности именно от заболеваний, онкозаболеваний, больше стало исследоваться, больше исследуются ранние стадии, благодаря этому оборудованию, действительно, крымчане уже почувствовали вот эту поддержку. Как COVID-19 отразился на реализации планов по нацпроектам, по модернизации учреждений здравоохранения? Вы знаете, вот буквально вчера на пресс-конференции с Министерством здравоохранения мы говорили о том, что COVID-19, он заставляет нас больше мероприятий ускорять. Допустим, если те же запланированы у нас строительство ФАПов, да, первичного звена, ремонт первичных амбулаторий, то, учитывая, какая сейчас растет заболеваемость, сколько мест не хватает, и корректируются планы по тому, чтобы быстрее закончить все эти мероприятия. То есть построить, вести в эксплуатацию, отремонтировать. Но это первый момент. В прошлом году, конечно же, ситуация с COVID-19, нам не, как вам сказать, мы не смогли достичь пяти показателей с 49, которые были установлены в Республике Крым на 100%. То есть пять показателей на 80-90%. Почему? Опять-таки, это диспансеризация, это летальность, да. Многие были непредсказуемые решения, и показатели даже Москвой немного корректировались всем субъектам из-за COVID-19, но мы не смогли все равно вытянуть эти показатели на 100%. Поэтому COVID-19 действительно это достаточно серьезная причина, можно сказать, чрезвычайная ситуация, которая повлияла на выполнение национального проекта. В любом случае, COVID-19 действительно вносит свои корректировки. А что говорить о квалифицированных кадрах, которые последние два года, какая работа проводилась и в этом направлении, появились ли они? Ну, вы знаете, в рамках других программ у нас для сельской местности такие программы, как земский фельдшер, да, земский врач, то есть выделение определенной компенсации. Сейчас вносится изменение в наше законодательство, и вполне возможно, что компенсационные выплаты пойдут и на возмещение арендной платы, там, коммунальных услуг врачам. То есть не только квартиры, не только жилья? Да, покупка жилья, то есть рассматриваться будут и другие варианты возмещения для того, чтобы в селах оставались работать квалифицированные кадры. Ну, потому что у нас все-таки преобладает сельская местность. То есть мы понимаем, что в городе тоже жилье найти достаточно сложно, и оно дорогостоящее, если приезжают особенно кадры из других регионов, и снимать им сложно. Но буквально на этой неделе были выданы ключи пяти врачам из скорой помощи, это тоже уже какое-то достижение. То есть мы двигаемся потихонечку, мы понимаем, что основная сложность в Крыму – это жилье. Понятно, что мы проводим вместе с Министерством здравоохранения на площадках Федерального университета общение со студентами, чтобы очень в этом году хорошо программа стартанула по целевому поступлению в наш ВУЗ. И действительно, я изучала на сайте, проблем не было с тем, чтобы получить целевое направление, только было бы желание студента остаться здесь, работать дальше в Крыму. Что касается системы здравоохранения детского, какие планы и перспективы в этом направлении, как будут работать все нацпроекты? По детскому здравоохранению 22 организации полностью модернизированы. Мы уже видим, некоторые поликлиники достаточно уже приятно заходить, например, на улице Павленко, третья детская поликлиника, на Жуковского вторая поликлиника. И если раньше мы заходили, было страшно даже переступить порог, то модернизация детского здравоохранения, она позволила и поставить тогда уже новое оборудование в эти уже обновленные кабинеты. Ну, сами понимаете, дорогостоящее оборудование невозможно поставить там, где крыша течет, полы поломаны или еще там что-то. И, естественно, и лечение стало проходить на более высоком уровне. Мы постоянно модернизируем. В этом году средства не предусмотрены, но в прошлом ведется профилактическая в основном беседа, работа. В этом году полностью они уже получили все оборудование. Давайте определим тезис на задачи на будущий год. Вы знаете, президентом определено, и для Крыма в том числе, это все-таки создание первичного звена и модернизация первичного звена. Вот у нас в 2022 году появится новый проект федеральный, связанный именно с развитием первичного звена. У нас его в этом году еще не было. Президент выделяет по миллиарду в год. Это, опять-таки, создание еще новых ФАПов дополнительно, модернизация, капитальные ремонты. Многие контракты у нас уже заключены в рамках БЦП, ведомственной целевой программы, и плавно перейдут в нацпроект. То есть не будет никакого нарушения, не будет отставания. То есть сейчас мы полностью берем это уже на контроль. Если говорить еще об одном интересном проекте будущего, это создание цифрового контура. Что это значит? Да, мы понимаем с вами, что, опять-таки, в связи с этой ситуацией, бывает так, что необходимо записаться к врачу с удаленного места, либо из дома. Получить этот талончик, не приходя в поликлинику, получить анализы. И в будущем мы сейчас уже закупили более 10 тысяч автоматизированных рабочих мест для врачебного персонала, медицинского персонала, принтеры, МФУ, соответствующие для того, чтобы создать инфраструктуру. Закупилось определенное программное обеспечение. За эти три года потрачено миллиард сто миллионов рублей. В этом году мы модернизируем ту систему, которая уже настроена. И мы придем все-таки к вам, с вами к тому, что будет создан такой суперсерверс, и мы все с вами будем в нем работать, «Мое здоровье». То есть вы заходите через госуслуги в кабинет «Мое здоровье», вы там получаете уже больничный лист в электронном виде, вы там получаете любые справки, там, ну, не дай бог, о смерти, о рождении. Совершенно верно. Вот это все будет зациклено и также на федеральном уровне. Очень удобно. Спасибо вам большое за диалог. Спасибо. Это был Prime Time. До встречи. Продолжение следует...